Сразу после окончания сцены 2016 в региональном правительстве решили, в Челябинской области можно проводить и фестиваль детских спектаклей. Сейчас решают, как это организовать. По задумке, проводить его лучше в малых городах, где зритель не избалован разнообразием театральной жизни. И с детьми выходные попросту сходить некуда. Причем статус фестивалю хотят придать никак не ниже, чем у отгремевшей сцены. Чем областные фестивали интересны самим театралам? Считают ли они их награды престижными или это простой актерский между собойчик? Нам рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Добрый день, Вадим Михайлович. Давайте начнем с главной интриги фестиваля этого года. Почему все-таки Магнитогорск? Почему переехал фестиваль на другую площадку? В целом нам бы хотелось в этом году поменять формат фестиваля и сделать, знаете, такой, в общем, хороший праздник, такой, знаете, праздник театральный. И раньше, в советское время, вот этот фестиваль назывался «Смотр-конкурс». Ну вот мы тоже, так сказать, решили провести такой, не просто фестиваль, а смотр-конкурс наших профессиональных театров, когда мы их собираем в одном месте. И, первое, это есть возможность, в общем, в течение недели показать все театры со своими новыми спектаклями. Это во-первых. А во-вторых, конечно, хотелось бы, чтобы еще и пообщались актеры между собой, режиссеры театров. Конечно, они собираются, но это бывает очень редко. И очень важно, знаете, когда идет какое-то совместное обсуждение театральной общественности тех или иных спектаклей, когда актеры встречаются со своими коллегами, могут обсудить какие-то профессиональные вопросы. Почему Магдагурск? Потому что здесь есть несколько сценических площадок. Их намного больше в городе, чем те, которые мы будем использовать. Безусловно, театр оперы и балета в городе Магдагурске хороший. Замечательный театр, значит, имени Пушкина, драматический театр в Магдагурске. Но, как мне кажется, зрителю будет интересно посмотреть и Челябинский театр, и театр из Златоуста, театр из Озерска, из Верхнего Фалея. Потому что это все-таки интересные спектакли, новые какие-то постановки, коллективы. Как в этом году определялся состав участников? Или он, ну, априори, грубо говоря, вот есть у нас театры, они участвуют? В афишу сегодняшнего, 21-го фестиваля профессиональных театров сцены попали постановки, которые были поставлены в этот театральный сезон, который вот прошел у нас, закончился. Это новые, скажем так, практически свежие спектакли. И театр сам выбирает из тех постановок, что были представлены за последний сезон, какую постановку, на его взгляд, выгоднее показать зрителям, и в том числе профессиональному жюри. Вот о суде кто? Это театральные критики, это люди, которые работают театроведами, значит, или они знают, что такое быть заведующим литературной частью театра. Есть представители из Министерства культуры Челябинской области. Это профессионалы из театральной отрасли. Вот есть ли у нас такая цель, этот фестиваль расширить, грубо говоря, приглашать театры из других регионов, или вот он и должен быть наш такой внутренний, камерный? Вы знаете, этот фестиваль задумывался и всегда проходил среди, конечно, профессиональных театров и коллективов Челябинской области. И задачу он ставит в первую очередь, ну, показать. Все интересные спектакли, значит, все интересные работы нашей театральной общественности, интеллигенции. И, конечно, здесь очень важно, значит, познакомить челябинского, жителей Челябинской области, челябинского зрителя с тем новым и интересным, что сегодня происходит в театрах Челябинской области. Поэтому здесь, да и для театральной общественности Челябинской области это очень важно, и порой, вы знаете, ну, наверное, один из главных профессиональных конкурсов. Потому что мы здесь выбираем лучшего хореографа, лучшего режиссера, и детский спектакль лучший, и актерские роли, то есть мужская, женская роль, затем второго плана, женская и мужская роль. То есть есть около тоже 14 номинаций, в которых профессиональное сообщество выбирает лучших. И, в общем, мы заинтересованы для того, чтобы поднимать уровень театральных коллективов. Вот, независимо от жанра, но работающих в Челябинской области, вот мы преследуем проведение такого конкурса. Знаете, уже давно никого не смущает то, что, значит, там, театр оперы и балета, например, или Челябинский и Магнитогорский соревнуются или как бы показывается весь спектакль наравне с театром драмы из Златоуста, Челябинска, Магнитогорска, Верхнего Уфалея. Вот те номинации, по которым будут присуждаться те или иные награды, они уже выверены временем. И они уже, так сказать, каким-то образом поддержаны профессиональным сообществом. Большое спасибо за беседу.